Поисковый отряд «Раритет» из Жуковского поднял из болота в Смоленской области советский самолёт, сбитый во время Великой Отечественной. Это штурмовик Ил-42. По сохранившимся бортовым номерам ребята надеются установить имя неизвестного пилота. Подробности поисковой операции узнал Андрей Райничников. Гагаринский район Смоленской области. Здесь в годы войны совершил вынужденную посадку этот боевой самолёт. Неизвестно, сколько бы ещё он пролежал в заболоченном лесу, если бы не подмосковные поисковики из отряда «Раритет». Такую технологию отряд опробовал впервые. На тягач-вертолёт изначально рассчитывать не приходилось. Обошёлся бы он в очень круглую сумму. Да и огромный участок леса пришлось бы вырубать. Тогда поисковики решили извлечь самолёт, используя подъёмную платформу и вот этот болотоход, который своими руками собрали в гараже. Что касается самого кузова, он несущий и сделан из алюминиевых сплавов. Потому что машина, имея вес 650 килограмм собственный, до 700 килограмм может вывозить по болоту. Несколько дней работы на износ и остов штурмовика освобождён из болотного плена. Некоторые его части исчезли бесследно. Но сохранилась геометрическая форма кабины. Её сантиметровая броня в нескольких местах прошита пулями. Однако есть основания считать, что сбитый пилот ещё оставался в живых. По инструкции, лётчики в такой ситуации должны садиться на пузо, так называемое, на брюхо. Не выпуская шасси, чтобы исключить элемент капотирования, опрокидывания самолёта. Мы полагаем, что лётчик остался цел и ушёл. Возможно, удастся и установить имя пилота. Благодаря вот этим цифрам на одной из уцелевших частей самолёта сохранились сборочные и бортовые номера. А из кабины штурмовика поисковики намерены сделать мемориал. Хотя сразу после экспедиции предприимчивые торговцы памятью предлагали ребятам за останки боевого самолёта большие деньги. Отказали, не раздумывая. При том, что никакой финансовой помощи за свою работу ни от властей, ни от спонсоров никогда не получали. Низко это брать за это деньги, скажем так, за те находки, которые мы находим. Поэтому мы всячески стараемся передать их в музей. У меня на стене висит фотография деда. Ему 44-й год, ему 19 лет, он совсем ещё мальчишка. Я смотрю на эту фотографию, мне не стыдно. За 6 лет отряд «Раритет» обнаружил в разных регионах страны 30 сбитых самолётов времён войны. 7 из них удалось поднять со дна реки болот. Установлены имена 4 погибших лётчиков. Для наступления зимы поисковики из Жуковского планируют очередную экспедицию в Тверскую область. Она станет уже девятой в этом году. Андрей Драничников, Игорь Бьюнышев. Новости Подмосковья.